портвейн это для алкашей недавно я записал на канале коротенькие ролики шорс называются портвейн из красно-белого где в красно-белом купил портвейны по 700 рублей даже дешевле по 600 по моему вот и один из зрителей написал портвейны и крепкое пиво это для алкашей друзья мои вот это заблуждение хватает конечно говна в комментариях но я на это не обращаю внимание но вот это утверждение друзья мои давайте попробуем настоящего хорошего дорогого портвейна и разобьем в дребенке это утверждение что портвейн для алкашей у нас сегодня друзья мои грахам или как хотите так и произносите настоящий порта а кстати что такое портвейн это крепленое вино почему порта потому что это зарегистрированное географическое название но также как и коньяк коньяк взяли себе зарегистрировали ну и португальцы тоже себе зарегистрировали порта давайте пам пам достанем бутылочку кстати тауни это у меня на сегодня обзоре не просто тауни а тауни резерва сейчас я быстренько сниму чтобы вам было в упор видно потому что если не без оператора это такая у нас коробочка туба и вот здесь и вашему вниманию тауни резерва то есть этот напиток простоял в бочке от 6 до 9 лет и стоимость этого сейчас вы увидите стоимость именно вот этой бутылочки на других других алкомаркетах я купил эту бутылку по моему порядка за две тысячи рублей давайте вместе с вами откроем попробуем ну и пока я буду открывать раз я вам расскажу быстренько что же итак вино из португалии почему порта дело в том что порту или порта один из самых важных портов португалии именно из него и возили в другие страны знаменитый портвейн настоящий портвейн или порта как хотите это крепленое вино которое производит только в португалии а точнее в долине реки тароу сбор и отжим винограда производят аккуратненько потом отправляют на выжимку получают виноградный сок брожение происходит около двух максимум три дня его устанавливают когда перебродила более 50 процентов сахара а крепость напитка составляет 6-8 процентов готовые сусла добавляют крепкий виноградный спирт тем самым останавливает брожение и поэтому крепость напитка поднимается до 20 22 градусов спирта но и останавливается брожение и сохраняется сахар портвейн помещают дубовые бочки я составляю созревать на три года иногда и больше 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 на самом деле только такие напитки имеют право носить название порта все остальное не настоящий портвейная имитация и согласно кстати 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 согласно утвержденной технологии портвейн изготавливать только из пяти сортов винограда раньше игвела 86 для портвейна перестепенные значения имеют те же факторы что и для любого вина виноградники для портвейна занимают площади сумасшедшие 40 тысяч гектаров и находится на высоте 400 до 500 метров над уровнем моря очень высоко о погодных условиях региона можно только одно сказать и экстремально добавьте сюда скудные сланцевые почвы и заслушливый характер климата чтобы получить хотя бы приблизительное представление о земле и растет виноград для портвейна но винограду здесь нравится правда не всем сортам а только местным которые адаптируются к этим ужасным условиям открываем нальем глоток плесните колдовства хрустальный помните эту песню плесканем у меня вот такие бокалы и недавно совсем приобрел бокалы богеми ты чешские бокалы очень удобные для коньяка и для портвейна почему то у нее почему потому что у того не более небольшая более большая это неправильно более длительная выдержка в бочках и он после руби то есть красного цвета набирает некие как говорят рыжий оттенок либо коричневатый но здесь просто кровь какая-то черная нефть но в этом бокале невероятный цвет ну рубин знаете но здесь стал не рубин это же камень драгоценный люблю портвейны как-то один раз один бармен сказал слава ланкин виктор мы с годами хотели бы пить менее крепкая и более сладкая и вот наверное все таки постепенно постепенно мы приходим к портвейном не все понимают портвейны кто-то говорит да фу какое-то это дело в том что у нас в нашей стране верни в советском союзе было испорчено подмочена репутация скажем так портвейнов когда делали просто плодово выгодно или плодово-ягодные вина бог на я чего добавляли то просто спирта и вперед 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 и стоило копеечки те самые известные агдам или там три топора три семерки называлась народе это было жуткое пойло после которого чаша то меня где-то прошла мимо я конечно пробовал но впечатления остались самые негативные но я не акцентировал тогда на этом внимание и так аромат ягодные виноградные заизюмленный ягодно яркий на томный прекрасный черт побери вот как найти как хорошие виски или хороший коньяк вот в балла волна ароматики но здесь единственный конечно минус градусы мало здесь всего лишь 20 хотя для портвейна портвейн делается от 16 до 22 20 это достаточно высокий градус мы знаете сколько стоит выдержанные портвейны там цена как у хороших выдержанных коньяков или у виски а почему нет почему должна быть цена дешевая потому что это виноград или потому что меньше градусов этот напиток проходит большую выдержку и достоин хороших денег и достойного к себе уважения глоток за вас здесь можно не церемониться с первый лоток может сразу большим как он пахнет раскрывается даже медовые нотки пошли или медовые как правильно пишите если мне мой подписчик считает что это для алкашей то это должны быть благородные не алкаши на принципе а кому мешает быть и состоятельным важным человеком в то же время алкашу может он этих людей имеет ввиду ну хотя скорее всего был комментарий с акцентом на то что этот напиток чтобы быстрее под накидаться и не долго не думая лишь бы покрепче было недаром он написал всем комментарий крепкое пиво и портвейны для алкашей цветочное вкусно плотно сладко сладкого дело в том что вы знаете да портвейн специально останавливает брожение но я об этом уже говорил и забыл вам рассказать об основателях бренда греймс и вильям и джонс это два брата шотландцы которые поехали в португалию торговать по моему сукном и один из купцов негациантов рассчитался за сукно 23 или 24 бочки портвейны им выкатил бочки из-под портвейна большие да это по 200 литров минимум а то и больше и вот ребята решили что зачем мы столько не выпьем давайте продадим и стали торговать портвейна в том числе и оказалось торговать портвейном гораздо выгоднее чем сукном из 1820 уже больше 200 лет этому бренду этот бренд шагает по планете этот напиток можно пить в любое время года сейчас зима запросто согревает эти 20 но вы согласитесь это достаточно крепенько летом но летом даже можно использовать его со льдом господи какой вкусная тут и шоколад тут и корица тут есть какой-то оттенок сухофруктовый сти и все-таки виноградные тона они больше присущи и очень как вы знаете как говорят виски до долгое послевкусие и вот здесь послевкусие сладости виноградной фруктовый стей разнообразной мне очень нравится цена до кусается но это извините порта это не портвейн многие путают порта портвейн правильно говорить порта уайд или вино из порта ли португальское вино но ни в коем случае это у нас россии портвейн ну пускай будет портвейн пускать как вам будет угодно еще раз гладочка за ваше здоровье черт побери эту бутылку можно садить извините за прямоту за вечер но 07 за вечер портвейна знаете я вам скажу как раз возят были у меня такие эксперименты раньше но не на камеру мы это будем снимать и так подводим резюме как и хорошая водка как и хороший коньяк как хорошие виски хорошие портвейны стоит дорого вкусные приятные ароматные по определению и с возрастом много моих подписчиков молодого возраста портвейн обязательно попробуйте еще не пробовали но начинайте с хороших достойных образцов на моем канале есть несколько роликов на эту тему посмотрите вдруг вам все-таки портвейны понравится не проходите мимо это очень достойный продукт очень интересный напиток всего вам доброго мира вашему дому пейте хорошие напитки пейте меньше радуйте себя и все у вас будет хорошо спасибо пока полисените колдов с этого блин классные красивые бутылка солидная бутылка висковая кстати надо выключать камеру и продолжим дальше снимать другие ролики удачи 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 Субтитры создавал DimaTorzok